Здравствуйте, мои маленькие русофобы и любители фейков. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Я предлагаю поговорить о будущем России. Дело в том, что видеоблогеры, которые себя называют российской оппозицией, постоянно вам твердят, что вот-вот режим падет Путина, вот-вот там все изменится, или вот-вот Россия начнет разваливаться, или начнется гражданская война. Нынешний режим куда-то исчезнет, придет более правильный, хороший режим, и все будет хорошо, хотя они не объясняют, как это произойдет, и по-хорошему выполняют роль всего лишь таких успокоителей. Чтобы вы не думали о плохом, думайте о хорошем, скоро все будет хорошо. Смотрите меня, ну то есть вот их, меня, конечно, тоже смотрите. Я вам расскажу, какой Путин плохой, какие мы все оппозиционеры хорошие, и какое светлое будущее Россию ждет. Так вот, ребята, лучше смотрите меня, я вам расскажу реально, что Россию ждет. Как минимум с Белоруссией я, например, не ошибся. В 2020 году, еще до протестов в Беларуси, я записывал видео, где говорил о том, что Лукашенко никогда сам не уйдет, будет бить протестующих, убивать, утопит Беларусь в крови, но все останется, как и было. Так оно и произошло, и давайте про Россию то же самое поговорим. Самое главное, когда вам говорят какие-то вещи, которые вот должны произойти, вы должны сами себя спрашивать, и говорящего это спрашивать, а каким образом это произойдет? Каким образом вообще в России может смениться власть? Путин или режим? Ну, предположим, я могу предположить, могу предположить, что там Путин умрет от рака какого-нибудь, или его свои же приспешники придушат, из-за того, что он там плохо воевал в Украине, хотя я в это абсолютно не верю, ну, предположим. Но режим от этого никуда не денется, он останется тем же самым. Будет не Путин, будет там Патрушев, Шойгу, кто угодно. Изменения не произойдут. То же самое касается и Беларуси. Если умрет Лукашенко, то режим никак не изменится, и система не изменится. Потому что те люди, которые ее защищают, и те, которые находятся наверху, собственно, этой системы, они не отдадут власть никому, кроме себя. Какая у них вообще есть причина отдать власть? По какой вообще причине? А система построена неофеодализм, когда все зависит не от законов справедливости или хотя бы талантов управленца, а только от лояльности. То есть находится сверху император, да? Владимир Владимирович Путин. Его вассалы, будем называть их князьями. Вот эти все верхушки, типа Шойгу, Патрушева, Нарышкина, кто там еще, Сечина и так далее, и так далее. Потом какие-нибудь графья, маркизы, владельцы областей и республик. И вот такой пирамидой они, показывая свою лояльность вышестоящему начальству, остаются при власти. Если приходит какой-то условный Навальный, давайте будем считать, то вся эта пирамида рушится, и все эти люди теряют свою власть. Поэтому они будут до конца защищать ту систему, которая сейчас есть. А расскажите мне, каким образом, по какой причине они этого делать не будут. Просто задайте себе вопрос. Они все замазаны кровью уже в этой войне, и круговая порука мажет, как деготь. Или копоть. По-моему, как копоть. Я беру чью-то руку, но чувствую локоть. Что бы ни произошло с условным Путиным, вся эта система будет бороться за то, чтобы она осталась. И самое главное, у народа внутри России нету запроса на смену этой системы. Все эти хипстеры, зрители Каца, подписчики Навального и прочая либеральная хипстота, а также марксисты тоже этих левых взглядов, они не делают ничего, чтобы это изменить. Они просто слушают своих кормчих, которые ведут их неизвестно куда. и просто надеются на то, что что-то произойдет, что изменит ситуацию в России. Привозят в пример Советский Союз, который развалился в начале 90-х, что это, мол, произошло все внезапно. Совсем не внезапно это все было. Я прекрасно помню, например, как мы отдыхали с мамой в Друскененкае, и там еще Литва, Друскененкае это город-курорт в Литве, там много пансионатов, там какие-то воды целебные. Литва еще была в составе Советского Союза, но уже тогда происходили там митинги, и, например, я помню, по-моему, это на вокзале Друскененкае было, там у них даже марка продавалась, типа, в поддержку Литвы, потому что была блокада Литвы каким-то образом, они, Советский Союз перестал им отправлять товары, и там, по-моему, колокол такой был нарисован, а долгое время еще висело у нас дома, мы тогда купили. И во всех концах Советского Союза тогда были силы, которые хотели выхода из Советского Союза. В каких местах в России есть вот подобные сепаратистские настроения, вот на данный момент? Я что-то не видел такого, может, вы мне напишите, но не было такого, что прям блокировали какую-то часть страны. А Литву, напомню, тогда блокировали. Это, по-моему, 88-89 год был, я точно не помню, когда мы там были. Из-за санкции начнется такой же голод и разруха, как в 90-е. Да ничего подобного не будет, ребята. Одна из причин еще развала Советского Союза это проблемы плановой экономики. Она перестала справляться, когда, извините, у вас по плану вы должны выпустить столько-то мяса, а у вас в колхозе нету столько свиней или столько коров, вы начинаете забивать скот, который для размножения был предназначен, соответственно, в следующем году вы еще меньше сможете поставить мясо, потому что все по плану. Я не хочу просто вдаваться в проблемы плановой экономики, желающие могут это почитать. Сейчас Россия капиталистическая страна, и как бы то ни было, те вещи, которые поставлял Запад, действительно могут импортозаместиться. Не в таком количестве, но важные вещи все равно найдутся предприимчивые люди, которые начнут их делать. Они могут быть худшего качества, несомненно, почему нет? Но это будет производиться. Ничего не рухнет, как было при распаде Советского Союза, потому что тогда страна переходила из одной экономической системы в другую. Многие предприятия лишались первое, рынков сбыта, а второе, мест, откуда к ним приходили комплектующие. Например, Беларусь считалась сборочным цехом всего Советского Союза. Там приходили на БелАЗ моторы из одной республики СССР, кузова там из другой, что-то, как-то вот так это все было. Приходилось это все решать. В России ничего подобного нету. Не изменится экономическая система. Как есть сейчас капитализм, так он и продолжит действовать. Поэтому с чего бы тут вернуться 90-м вообще? Проблема единственная это отсутствие конкуренции, а когда нету конкуренции, то и качество продукции выпускаемой будет ниже. или конкуренция, знаете, вот на уровне страны, она все равно хуже, чем конкуренция вот в общем мировом масштабе. Но продукция будет выпускаться, то есть ушла Икея, ну появятся мебельные фабрики, которые будут делать мебель. Я думаю, что уже появляются постепенно и магазины, продающие мебель. То есть что, ну блин, тут дело даже не в том, любим мы Путина или не любим, это обычная конкуренция и капиталистическая экономика. Ниша пустой не бывает. Кто-то ушел, кто-то ее место занял. Ну вот там, пример, вот эта вкусная точка, да, вместо Макдональдса. Да, там хреновые какие-то плесневелые булочки есть, еще что-то, но они есть, и они будут. И народ будет туда ходить, никто не будет там прям бойкотировать. И так, со всем спектром услуг или товаров, которые предоставлял Запад России. Ушли голливудские фильмы, ну, наверное, будут закупать какие-нибудь индийские и китайские, и вы будете их смотреть. То есть, это, знаете, как в том анекдоте, когда повысили цену на водку, и сынок папу спрашивает, ты, теперь папа будешь меньше пить? Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть. Так и вы будете потреблять что-то другое в худшем качестве, но оно все равно будет. Да, экономика России уменьшится, там, ВВП будет падать, но это не будет таким критическим и видимым взгляду, как это происходило при развале Советского Союза. Поэтому то, что вам видеоблогеры, лидеры оппозиции говорят, что вам надо немножко посидеть, подождать и все само собой как-то разрулиться, придут демократические силы к власти, а вот эти все рашисты, фашисты куда-то денутся, так они вам врут. Они просто говорят вам то, что вы хотите услышать и успокоиться. Как напишите мне в комментариях механизм каким-то образом они вдруг придут к власти. Все вот эти упыри, которые сейчас сидят на троне Российской империи, они уже всех своих сынков протащили вперед и дочек наверх, которым они передадут всю власть дальше. Россия сейчас это плутократическая, аристократическая, олигархическая монархия, которая, скорее всего, будет передаваться не по наследству, потому что дочки Путина естественно не получат никакой власти, а внутренним кругом каких-то вот этих плутократов, которые решат, кто будет следующий. Никто никого, никакого Навального туда не пустят, ни Яшина, ни кого-то еще. Изменить эту ситуацию можно только революцией, только кровью. Но так как вся российская оппозиция сцикливые видеоблогеры, то ни один из них об этом не заявит. То же самое из белорусской оппозиции было. Они все прекрасно понимали, что Лукашенко будет избивать и убивать протестующих, но никто из белорусской оппозиции об этом протестующим не сказал. Я говорил об этом в своем видео, а я не думаю, что я тут самый умный. Это просто, ну, когда жизненный опыт, то есть, просто если вы не знаете, это протесты в Беларуси не только в 20-м году были, меня задерживали еще в 2000-м году, так, для примера. И это происходило много-много раз, и до 2000-го года, и чернобыльские шляхи, там, как людей избивали, задерживали, это все происходило. И те люди, которые во главе белорусской оппозиции, обо всем этом знают и прекрасно помнят. Но они не могут сказать заранее, что такое будет, потому что вы террористы, вы готовитесь к силовому свержению власти, так мирный не работает. И то же самое касается вашей российской оппозиции, потому что КАЦ не может записать видео, например, и сказать, ребята, собираемся в боевые ячейки и делаем то-то, 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 представить план по силовому захвату власти. И это не какой-то бином Ньютона, знаете, что-то такое необычное. Это уже было в истории России. Боевые ячейки СР-ов террористические, Ленин, блин, мякишем, писавший свои записки из тюрьмы. Вот, пожалуйста, вот вам лидер российской оппозиции, тоже сидевший в тюрьме. У нас Навальный создает профсоюзы среди зэков, а Ленин молоком пишет записки, как лучше убивать царских прихвостней. Почувствуйте разницу. И это я не ленинист, не марксист, не коммунист. Просто как тут люди борются за то, что они считают правильным. И как сегодняшняя оппозиция? Да потому что они не борются. Они видеоблогеры. Им не надо никакое изменение. И даже те, кто сел в тюрьму сейчас, все еще нету среди российской оппозиции человека, который прямо скажет, что только физическим насилием можно что-то изменить в России. Говорят, будет, вот народ станет хуже жить, начнет выходить на улицу, сейчас они это почувствуют. Да нифига не почувствуют. Эти полгода показали, что народ хорошо живет только в Москве и, наверное, в Петербурге. Во всех остальных городах, как жили в говне, так и продолжают жить в говне. И они не почувствуют вот эту разницу. Понимаете? Потому что все оказывается, все, что Россия получала, зарабатывала, в огромных количествах разворовывалось, оседало в карманах вот этой верхушки и небольшая часть кидалась в Москву и Петербург, ну, там, на какие-нибудь стройки типа Олимпийских игр, еще чего-нибудь, просто изобразить какое-то развитие. А вся остальная страна, а, ну, в Чечню еще бросалась тоже. Вот, например, пишут, Чечня отделиться в первую очередь, Рамзан Кадыров там будет полноправным правителем. На хрена Чечне отделяться, если у нее бюджет дефицитный и ей Москва обошляет постоянно до хрена денег. Вот нафига Кадырову отделяться, чтобы у него денег не стало? Зачем? то есть, блин, ну, вы задавайте себе вопросы. И вся остальная страна находится сейчас в ситуации, что у них на самом деле ничего и не изменилось и не изменится. Они какую-то необходимую для поддержания вот такого низкого уровня жизни всегда получали там какую-нибудь зарплату в 20 тысяч, какую-то батон и молоко можно купить в магазине, и эта еда никуда не денется. Напоминаю, например, сейчас Россия вместе с Украиной главный поставщик пшеницы в мире. Так-то, с чего бы это изменилось? А сейчас еще благодаря войне и ковиду в стране стало жить еще меньше людей, так еще и меньше кого прокармливать надо. А так как население это не волнует, никто не поднимается, так что тут вообще менять-то? Поэтому объясните мне, откуда российская оппозиция видит возможные изменения в стране? Вдруг каким-то волшебным образом это могло бы произойти? Интересно даже. Вся милиция будет поддерживать то, что происходит, как это в Беларуси? Да вы просто посмотрите как в Беларуси было. А, да, появляются какие-то вот эти террористы, которые взорвали дочку Дугина. Ну, то есть у вас тоже никаких вопросов не возникает. Во-первых, если это реально какая-то там народная освободительная армия, там, Пономарев заявлял, которая борется с режимом Путина, то нахрена вы дочку Дугина вообще взрывали. Вы идиоты? То есть, если вы такие идиоты, которые выбирают себя целью вообще никому незначащего человека, то вы идиоты, вы ничего не добьетесь. А если это не вы выбирали, то зачем вы на себя берете ответственность? Так что впереди у России, я думаю, путь Ирана будет такая большая страна, в которой живут люди, в Иране же живут люди, там нормально так, по-моему, сотни миллионов как раз и живет, что-то такое, продолжают, несмотря на все санкции, несмотря на ухудшение образа жизни, десятки лет уже живут, то же самое будет в России, то есть, в России будет постепенно, потихоньку, по чуть-чуть ухудшаться уровень жизни, но он никогда не упадет критически, он никогда не будет совсем уж хреновым, будут строиться новые дома, будут открываться магазины, потом когда-нибудь, пока вот переварятся все вот эти ушедшие иностранные фирмы. Россия проиграет войну в Украине, возможно, даже какие-нибудь репарации будут выплачивать, фиг его знает, тут я не берусь предсказывать, но внутри России при этом не изменится ничего, пока не появятся какие-то реальные силы, которые будут призывать к силовому свержению власти. все выход в России либо революция с кровью вот сейчас, то есть она невозможно мягкая, потому что как бы то ни было, но власти в Советском Союзе все-таки свою страну и свой народ любили и отдали власть, понимая, что дальше невозможно таким образом развивать страну. А те люди, которые власти в России сейчас, они любят только себя и они делают все, чтобы на россиянах наживаться. Так что, наверное, внутри страны, внутри России будет все еще казаться, что Россия какая-то великая, что нас никто не победит, потому что всем на самом деле и нафиг надо Россию побеждать. Наверное, было бы благом для самих же россиян, чтобы их действительно победили, назначили бы какую-то оккупационную администрацию и занялись благоустройством страны, но нет, ребята, за вас это никто не сделает. Только вы сами. Россиян выкинут с Украины и все. И дальше занимайтесь сами собой как хотите. Никакой мир, никакие там ООН, США, Байдены, да даже те же самые украинцы за вас ваши проблемы решать не будут. Поэтому мне кажется будущее у России такое себе. Постепенное скатывание в болото. Такое. То есть вы закуклитесь скорее всего в том состоянии, которое сейчас есть. И все. Ну там будет чуть-чуть хуже. Какие-то люди появятся, что-то улучшат, чуть лучше. Но в принципе вот вы будете в том состоянии, которое сейчас в стране и есть. Может кого-то это и устраивает, не знаю. Но поверьте, вот этих потрясений, сотрясений, о которых рассказывает российская оппозиция сейчас, сто процентов не будет, потому что им ниоткуда взяться. Просто покажите мне источник, кто это сделает. Нету вообще людей, которые бы хоть что-то делали в этом направлении в принципе. Да, есть, считайте, в России несколько армий. То есть сама армия России, потом эти вот частные типа ВЧК Вагнера, которые зэков нанимают, потом вот отдельно чеченские эти ополчения, сами ДНР, ЛНР, и идут сообщения, что они между собой там в Украине еще периодически перестреливаются, выясняют какие отношения, потом еще отдельно эти ФСБшники, считайте, еще одна сила, да, и милиционеры, конь пятая, они могут начать между собой драться. То есть вот такую гражданскую войну в России я как раз еще себе на данный момент представляю, но проблема в том, что среди всех этих сторон конфликта нету ни одной нормальной, и вы получите, то есть после Путина придет к власти еще более худший упырь, вот на данный момент, победит какой-нибудь пригожин со своего ЧК Вагнера, во вас развлекуха тогда будет, то есть нету в этой стороне конфликта вменяемой нормальной демократической, я думаю на этом все, в комментариях возможно вы меня сможете как-то переубедить, хотя я очень сильно сомневаюсь, но напишите, я главная идея опять же напишу зачем ты с нами по-русски рассказываешь о том, что будет в России, потому что я знаю, что меня смотрят люди в России, которые не знают, что им делать, ну я могу вам только сказать бежать, все, то есть либо вы принимаете то, что сейчас происходит в России и там остаетесь, лучше точно не будет, но и сильно хуже я тоже не думаю, что уже будет, то есть в принципе все уже сделано, либо бежите оттуда, либо в-третьих сами начинаете создавать эти террористические организации получается, выбор ваш, но главное, чтобы вы не обольщались этим речам лидеров российской оппозиции, как оно все само собой как-то разрешится и вот тут чуть-чуть совершенно осталось этому режиму, он сейчас развалится и все будет жопа, ничего не будет этот режим на долгое время, если никто ничего не будет делать, так что планируйте свою жизнь исходя из этого. Спасибо, что смотрели, Алексей Халецкий, не забудьте лайк поставить, написать комментарий, стать спонсором канала и как-то еще меня поддержать. На этом все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok